Известному актеру Михаилу Ефремову, который накануне вечером стал виновником смертельного ДТП, предъявили обвинение по статье УК РФ 264, фунт 4, согласно которому ему грозит до 12 лет решения свободы. Накануне вечером в состоянии алкогольного обвинения Михаил Ефремов сел за руль своего автомобиля Джин Бранд-Черокий и вылетев на встречную полосу, протаранил у Ладо Фурму. 57-летний водитель Ладо скончался утром в больнице. И уже сегодня Михаилу избрали меру для сечения в домашней адресе. Актер, известный для нашей оппозиционной тусовки, прежде всего своей позиции против Путина и действующей власти, которую он регулярно высмеивает в своих выступлениях. Я не хочу ни в коем случае заниматься оправданием пьяной езды, и Михаил Ефремов должен провести заслуженное наказание согласно закону, и это должен быть именно реальный срок решения свободы. Но прямо сейчас я вижу, как на него накинулись стерлятники кремлевского кула, и это наводит на мысль, что именно дело Ефремова станет примером показательной форты. При этом мы регулярно становимся свидетелями, как судьи, депутаты, и дети высокопоставленных чиновников уходят от ответственности за смертельное ДТП по пьяни. Я не прошу поддержать Михаила, так как с учетом Садеевна это выглядит нелепо. Я прошу не поддерживать кремлевских стрелятников. А Ефремов сам ответил за Садеевну, и есть основания полагать, что снисхождение к нему не будет. Михаил Ефремов уже прокомментировал ДТП. Я все осознаю и понимаю ему. Пусть все будет по закону. Похоже, это конец. Продолжение следует...